Доброе утро, вы слушаете Финамо Фом, меня зовут Елена Лихачева, здравствуйте. Я по природе сова, но так уж складывалась моя профессиональная деятельность, всю мою жизнь, что вставать мне нужно было рано, очень рано, ну или чертовски рано. Ну, как в том анекдоте, первые 10 лет как-то сложно, тяжело, потом ничего привыкаешь. Но вспоминая вот эти первые 10 лет, мне, честно говоря, немного жаль, что в те времена не было сервиса, который придумал наш сегодняшний гость. Грачек, доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, тоже совсем недавно ваш проект стал победителем среди 10-9 других американских проектов в конкурсе стартапов в Силиконовой долине. Да, было такое. Было такое, когда это случилось? Это было в ноябре. И как ощущения у вас после этого? Приятно. Не так много стартапов российских побеждают в Силиконовой долине, хотя есть некоторые другие. Так, Грачек, давайте так, в двух словах расскажем, что такое, что вообще за история с буддистами, что это такое, с чем едят и в чем, собственно говоря, сервис, ну а потом уже по всем деталям вашего стартапа пройдемся. Давайте. Идея в том, что незнакомые люди будят друг друга по утрам. Мы сделали сервис, где одни люди помогают проснуться другим людям, звонят на мобильный и желают хорошего дня. Котка так. И что, нашлось много людей, которым хотелось бы, чтобы какие-то незнакомые люди будили их по утрам? Ну, знаете, я первый клиент этой штуки. Кто это? Здравствуйте. Пора вставать. Прелесть в том, что люди стараются поделиться хорошим настроением, то есть это такие искренние, добрые и так далее звонки. Вот. И такое пробуждение оказывается приятнее, чем будильник, намного. И эффективнее. Там живой человек тебе звонит, начинает с тобой разговаривать, задает вопросы, кто ты, где ты, какие планы на день. Ты начинаешь включать мозг, отвечать ему, через две минуты ты понимаешь, что ты проснулся, уже не можешь спать. А какая аудитория у вас сейчас? Мне просто интересно, сколько людей подписались под такое необычное утро, скажем. Смотрите, 23 апреля нам исполнится год, мы ни разу ни рубля не потратили на рекламу, и 500 тысяч человек уже этим воспользовались. 500 тысяч человек, которые проживают на территории пока только России? Пока только России. Собираетесь выходить куда-нибудь? Да, мы запустили уже США и Канаду. Ближе два месяца запустим по всему миру. А США и Канады есть какие-то уже показатели? Нет, нет, там только-только. Только-только. А ожидаете что? Ожидаем, что во всем мире, надеемся, что через 5-10 лет будут несколько миллиардов человек оставаться таким будильником. Звучит амбициозно, но мы с каждым днем все больше доказательств видим, что это может случиться. Звучит амбициозно, и хорошо, что так звучит, иначе какой смысл вообще заниматься онлайн-стартапами, правда? Так, друзья мои, значит, я надеюсь, что вы уже проснулись, и нам не нужно сейчас включать мозг для того, чтобы вас разбудить. Хотя, в принципе, наша программа для многих именно таким будильником и является. Включаем мозги, если есть какие-то вопросы, то 5533, это номер для ваших смс-вопросов. Пожалуйста, начинайте ваши вопросы, мнения, реплики, адресованные нашему сегодняшнему гостю. Русской буквой «Я» начинайте. Я пробел потом ваш вопрос на финам.фм. Тоже можно задавать вопросы и высказываться по поводу этого стартапа, а также других стартапов, которые были до того у Грачика. Мы об этом сегодня поговорим. Финам.фм. Там нас можно не только слушать, но и смотреть. Мы, разумеется, в прямом эфире, и у нас на сайте прямая трансляция. Значит так, самый первый вопрос. Финансовые показатели. Вы сказали, что вы ни рубля не потратили на рекламу. На что вы потратили? Рубли и сколько? Рубли и сколько уже заработали, если не секрет? Вы сказали, пока еще только в России. А сколько вы потратили за этот период времени? Ну, около 500 тысяч долларов. Ну, да, так они хитрые. 500 тысяч человек, 500 тысяч долларов. Понятно. На каждого по доллару примерно потратили. Так. И сколько заработали? Мы ничего не делали в части заработка. Одну акцию сделали совместно с компанией Nokia. Помогали им продвинуть свой новый телефон. Ну, была... Я не имею права разглашать сумму контракта. Ну, неплохая сумма контракта, существенная. Она как-то коррелируется с расходами в полмиллиона долларов? Нет. Нет, она меньше. Это для нас вопрос заработка вам вторичен. То есть сейчас мы создаем продукт, который должен стать универсальным, всемирным. Он должен суметь стать заменой обычному будильнику для людей. Там, иметь десятки, сотни миллионов пользователей. Потом превратить это в деньги очень легко. Каким образом вы будете прощать эти деньги? Какова бизнес-модель, которую вы имеете в виду уже сейчас, естественно? Двигаясь, так, собственно говоря, к чему? Я понимаю, что амбиции, да, хочется стать всемирным будильником. Прекрасная мысль. Но, тем не менее, я думаю, что деньги вы имеете в виду, скажем так, мягко, не в последнюю очередь. Ну, смотрите, да. Есть два таких больших блока монетизации сервиса. Это пользовательская и корпоративная. В итоге нужно будет заплатить за то, чтобы меня разбудили. Вот таким вот голосом какие-нибудь, да? Нет, нет, нет. А потом нужно будет заплатить, чтобы никто не звонил, поэтому телефонный не орал на меня с утра пара. Вот так вот, да. Вот так повернется, так, к другой стороне медали. Смотрите, есть несколько видов ограничений на сервисе, и чтобы их снять, можно будет заплатить. Например, если иметь разговор 2 минуты. То есть, если вам сложилась интересная беседа, вы заговорили с человеком, просто нашлось что-то общее и так далее, сейчас разговор прерывается. За 10 секунд вы слышите пик, и потом прерывается разговор. Это довольно неприятно. Вот. Там на премиум аккаунте не будет этого лимита. И так далее. Вот будут такой вот дополнительные вещи, которые будут оплачиваться. Но основной функционал, все будет бесплатно. Тут сразу вопрос такой хороший. Видимо, с утра для многих актуально. Секс по телефону собираетесь подключать? Ни в коем случае. Нет. Вы зайдите на сайт, посмотрите. Это добрая такая атмосфера, много людей, которые реально искренне... Ну, сейчас мы всегда злая история. Секс-то? Да. Там, в общем-то, можно и по-доброму. Справедливо. Почему бы нет? Ладно, подумаем об этом. Ну, в общем, нет, да? Хорошо. Кто выбирает, кто мне, допустим, звонит сегодня утром? Вот сегодня мне понравилось, там завтра мне понравилось. Я сама как-то определяю, делаю какой-то заказ за дополнительные деньги. Вот этот механизм меня очень пока... Смотрите, вы на сайте ставите будильник или в мобильном приложении указываете, там, завтра в 7.00 хочу проснуться, да? Указываете свой мобильный телефон. Дальше в нужное время вам кто-то позвонит. Этот кто-то не будет знать ваш номер, а вы не будете знать его. Он звонит на наш единый центральный номер 8800, бесплатный по России, и его соединяет с кем-то, кому прямо сейчас нужно проснуться, например, с вами. Что система учитывает? Она учитывает пол и возраст собеседников, потому что людям приятнее общаться с противоположным полом, и людям не о чем говорить, если у них 30 лет разницы в возрасте. Поэтому мы соединяем людей близких по возрасту. А если я навру и, например, напишу, что я там, не знаю, там, 17-летний бравый парень? Вас соединит с 19-летней бравой девчонкой. Понятно. А какая-то гарантия есть, чтобы, ну, как-то вот не разочаровать человека, который позвонит, может быть, с самыми добрыми намерениями? Смотрите, никаких гарантий, что вам будет тот или иной возраст или пол, нету. Система старается соединять. Но если бы позвонил мальчик 20 лет, а спит только девочка 30 лет, то их соединит. А если бы оба мальчика, то их тоже соединит. Вот больше никого нет в этом моменте. Они бы поржутся, дропа раньше, да, и разойдутся. На самом деле на сайте выкладываются записи разговоров. Там есть в том числе разговоры мальчиков с мальчиками. Там тоже фантастически интересные беседы случаются. Ну, одну какую-нибудь можете привезти? Какая вам показалась наиболее фантастическая из бесед, которая у вас выложена сейчас на сайте? Да, ну, я, конечно, так не перескажу, как это происходит у ребят. Ну, вот разговор мальчика с мальчиком, о котором я говорил, это один мальчик звонит другому, он не знает, что собеседник мальчик. Он думает, что девушка. Да, да, и начинает говорить так по-детски, 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 вот. А там мужской голос, алло. В общем, этот Соня, которая спит, оказывается продавцом бетона. И этот парень говорит, ё-моё, я делал по-детски продавцу бетона. У них очень положительный разговор, такой хороший, добрый. Вот он, ну, или девушка звонит молодому человеку и говорит, алло, милый, я стою в ЗАГСе, жду тебя, ты где? И он сразу проснулся, в каком ЗАГСе? Слушайте, вот да, это всё, конечно, смешно, но бывают же такие шутки вообще нехорошие. И вот вопрос, не подписался, к сожалению, слушатель, как защититься от шутников, если кто-то оставит чужой телефон. И, знаете, раз будет так, что вообще мало не покажется, и человеку какой-нибудь инфаркт. Вот. Вообще, я думаю, что, знаете, ну ладно, там люди, наверное, лет до 30, они как-то нормально реагируют на звонки с утра пораньше, да? Вот. А если, например, мне кто-нибудь в 6 утра вот так вот позвонить, да, у меня сразу первая мысль такая, не самая будет радостная, если честно. Да, 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 всё нормально, сейчас скажу. Давайте, успокойся, волнующихся граждан. Ну, во-первых, вы никогда не получите звонок в ненужное время, система контролирует, и вам звонок приходит только в момент, когда он нужен. Это во-первых. Во-вторых, ваш номер никто не знает, то есть не будет звонков от ненужных людей в ненужное время. В-третьих, есть система защиты от шутников, если кто-то у нас очень мало, то есть на 50 тысяч звонков где-то 5-6 случаев жалоб, когда что-то людям не понравилось, что им сказали. И у нас есть номера телефонов, мы просто баним в системе, люди больше никогда не могут ни позвонить, ни получить звонков на буддисте. И это всегда. Надо новую сим-карту покупать. Люди знают об этом, поэтому мало кто берётся такими вещами заниматься, потому что знают, что хамство одноразовое на сервисе. Так аудитория большая, нормально растёт, а шутников их просто не накапливается. Ну, можно и один раз так пошутить, чтобы потом всю жизнь вспоминать об этом. Ну, мы делаем сейчас систему такую, что до обычных пользователей такие люди никогда не будут доходить. То есть они будут фильтроваться на специальном отряде людей в начале. То есть свои первые звонки будут проходить через такую касту людей наших приближённых, а дальше уже будут выходить на нормальных людей, если доказали. Вот. А вот подождите, вот такая вот ситуация, да, вот моделируем. Я, например, там поссорилась со своей лучшей подругой. Она, допустим, всё время опаздывает. Я думаю, вот зараза какая. Вот я рано встала, чтобы с тобой встретиться, а ты всё время опаздываешь. И вот я, например, там захожу на ваш сайт и пишу, вот эту девушку, пожалуйста, страшным голосом будить. Ну, как бы это вроде я оставляю свой телефон там, да, неделю там подряд, и кто-то подписывается под это и будет её страшным голосом, ну, хотя бы один раз. Вот от этого защиты же есть. Есть одна проблема, да. Люди не могут поставить будильник другим людям. Нужно, ну, когда вы ставите будильник, приходит смс-код, который надо вбить на сайте. Поэтому... Ну да, логично. Да, поэтому только владелец телефона может. Так, а сколько человек у вас сейчас работает? 18. 18 уже работает? А начинали вы с братом только или... Нет, ну, начинали... У нас была веб-студии, была команда человек, человек 8. Ну, вначале начали над проектом работать трое. Вот, втроем начали. Потом постепенно проект разрастался. Мы силой студии всё больше на этот проект. Потом мы полностью отказались от клиентских проектов. Потом начали набирать уже ещё больше в проект. Ну, вот так вот. То есть мы от студии на работу практически полностью ушли в пользу буддиста сегодня. Вам не кажется, что вы идеи подглядели в несуществующем блоге? Тоже не подписался товарищ или девушка, или парень, я не знаю. Ну, о чём идёт речь? Не знаю, что это происходит. Видимо, вам не верят, что это вы сами придумали. Вы знаете, мы очень... Она скопирована? Нет, нет, идея наша. И мы очень много раз пытались... Я 7 лет назад придумал эту штуку. 7 лет я раз в год заходил и смотрел. Ну, в мире просто искал. Там люди, будят людей, что-то такое. Так ничего не нашёл. Ну, вот мы решили сделать в результате. Слушайте, вообще, да, странно, потому что я когда-то разговаривала с нашими онлайн-стартапщиками, ну, в итоге, там, в середине или в конце программы выясняется, что всё-таки где-то что-то подглядели, посмотрели. Мы сами сомневались до конца, что... Ну, в России мы везде повыступали, всем рассказали. Никто так и не сказал, не-не-не, я такое видел. Мы думаем, ладно, может, мы плохо ищем или в России нету. Поехали в Силиконовую долину, там презентовали проект. Там было 500 человек, там весь рынок практически. Презентовали, там тоже все говорят, да-да, уникальная идея, мы такого не видели. Ничего себе. Мы начали верить в СССР. Семь лет ходили, рассказывали, 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 а все об этом услышали, никто не реализовал. Странно. Нет, семь лет никому не рассказывали. А, вы семь лет не рассказывали, просто спрашивали, не знаете ли такое? Не-не, искали в Гугле. Так, 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 так. Ну, давайте я напомню еще раз, 5533 номер для ваших смс-вопросов. Сначала я, потом пробел, потом любой вопрос, который вас интересует. Когда пришла идея в голову, да, вы поделились ее с братом, да? Да. И дальше вы, когда ее стали реализовать, какие первые три шага вы сделали? Прямо так вот, перечисляйте так конкретно. Раз, два, три. Это было в начале 2011 года. Я пришел в офис, сказал команде, ребята, есть один проект, я им до этого не рассказывал, команде своей. Пришел, сказал, есть такая идея, вот люди будут людей, как вам? Они сказали, вау, прикольно. Я говорю, делаем, делаем. Я говорю, у нас неделя. Почему только неделя? Или сами себе поставили? Да, да, да. Быстрейшую версию. Ну, потому что непонятно, это кому-то надо, не надо. Надо было очень минимальными силами просто протестировать идею, кто-нибудь вообще захочет этим пользоваться или нет. Так на словах непонятно, люди скажут, ну да или нет. Это неправда все, да? Надо, чтобы люди воспользовались и сказали, хочу или не хочу. Мы, естественно, вместо недели потратили почти три месяца. На изготовление прототипа просто, да? Если говорить о шагах, то первый шаг был спроектировать систему, понимать, как она вообще должна работать. Второй, решить абсолютно непонятный вопрос, как сделать так, что ты в интернете что-то там нажимаешь, а у тебя телефон звонит. То есть для нас это... Мы интернет-проектами давно занимались, а в части телефоне ничего не было понятно. Мы нашли, научились все это, поняли, и наняли очень классного специалиста, который по сей день нам всю эту работу делает. Кстати, на рынке, знаете, вот интересная штука, на рынке нам... Мы в несколько мест пришли, сказали, вот нужен прототип минимальный, чтобы звонки людей соединять. Нам говорили там... То есть объединить сети и телефоны, да? Ну, задача была простая, сделать номер 8800, на который звонишь, и тебя соединяет с кем-то там из нашей базы данных. Вот, двух лист соединяет, и они говорят между собой. Люди говорили там 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, ну что, первый прототип поэкспериментально сделал. А нам какие тысячи долларов, мы вообще не знаем, это надо, кому-то не надо. В результате мы сделали это за 4 тысячи рублей с человеком... За сколько? 4 тысячи рублей. Вот. С человеком из Тюмени, вот, который сделал нам за 3 дня, те обещали месяц-полтора, там, разработки, сервера надо купить специально. Человек взял и за неделю там сделал нам за несколько тысяч рублей. Друзья мои, я прямо на прошлой неделе, мне тут друзья попросили, значит, свести с кем-то из людей, которые делают логотипы. Значит, я их насводила там с разными московскими командами, те, значит, им сказали, там, тоже от 5 до 10 тысяч, там, визуальные, этот самый, там, в общем, куча каких-то слов, визуальный имидж, проработка, логотипы, того и сего, ценник огромный, сроки тоже какие-то нереальные. И в итоге, значит, им сделали воронежские девчонки так, что они просто там вообще пищали от восторга, сделали что-то дня за 4 тоже, да. Ну, примерно такая же история, да. Ну, тут вопрос весь в том, какого уровня вам нужно. А, и сделали за 12 тысяч. Кстати, отлично сделали, правда. Вот есть такое мнение, что, ну да, конечно, вам там сделают за 4 тысячи какие-то, а потом это никто никому не будет нравиться, всё они сделают не по правилам, цвета неправильно подберут, это будет нечитабельно, там, нерентабельно, ну и так далее, и так далее. Нет, отлично, тестировали, всё хорошо прошло. Так что... Молодцы. Да, да. Молодцы. Привет, парни из Тюмени, этим воронежским девчонкам. Так, значит, сделали за 3 копейки, парень из Тюмени, теперь, видимо, кусает локти, чтобы продешевил. Нет, всё хорошо, он у нас работает в команде и получает хорошую зарплату. Так что... Нет, ну на самом деле это 4 тысяч, это понятно, что первый эксперимент, дальше проект вылился в серьёзные деньги нам, естественно. Но вот чтобы просто протестировать мысли свои, нам это обошлось дешевле, конечно, намного. Подождите, сейчас вот хорошие вопросы поступают, чуть-чуть попозже я озвучу. Что касается первых шагов, значит, вы сделали вот этот прототип за 4 тысячи, дальше, как вы поняли, что это кому-то нужно? Вы тестировали среди кого? Среди своих друзей или сразу понимали, что вот... Смотрите, был... Есть такая телевая аудитория. Я скажу, как мы сделаем. Есть такое мероприятие, Harvest, называется там молодые стартаперы, просто собираются люди из IT-среды и вместе пытаются за 2 дня, за субботу-воскресенье, сделать какой-нибудь проект. Просто собираются в команду, знакомятся, делятся идеями и создают за 2 дня прототипы проектов. Я был экспертом последние 4 года на этом мероприятии, я консультировал этих ребят молодых. А тут мы решили, что придем на Harvest, я сделал дауншифтинг до стартапера и попробую там презентовать свой проект. Вот. Команда Harvest не поняла вообще мой сход, говорят, ты что, как ты можешь презентовать проект? Я говорю, ребят, я отказываюсь от статуса эксперта, позвольте. Ну, в общем, они позволили. Мы решили выступить, приехали, проект не работает. То есть мы, как бы, идея была в том, что мы презентацию сделаем и скажем, вот с этого момента буддист работает, включаем. И он включается, и все идут. Нам через час уже выступать, проект не работает. Ребята там, программисты сидят, пыхтят, он не работает. В общем, за 5 минут до выступления вдруг он начинает работать. Я выхожу с ним на сцену, презентую проект и говорю вот этой аудитории, там человек 100-200, что вот буддист, вы первые люди, которые он станет доступен, он закрыт только по регистрациям. Подходите, мы вам дадим доступ. К нам подошли там человек 60, мы дали им доступ в систему, это была наша первая аудитория. Вот так вот, они начали пользоваться. В первый день у нас было 7 будильников, потом типа 15, и начал расти. Так вот, система по приглашению была. Два его ли каждый день, да? Да, да, да. Ну, то есть выросло там до 100 будильников в день и так далее. Это все было тестировано только по Москве. А 5 сентября мы объявили запуск по всей России, то есть для жителей всей России. И уже было такое накопленное ожидание. То есть уже многие знали о проекте, но они могли пользоваться. Когда мы запустили, у нас, ну там, за несколько дней выросло будильников там до многих тысяч. На изготовление уже окончательная версия. Сколько было потрачено? Окончательная версия? Это что? Ну, сервис, ну просто вы же не с этим прототипом дальше, чтобы за 4 тысячи работать. Вы же его дорабатывали потом все-таки. 4 тысячи, это маленький участок, когда люди соединяют по телефону. А в целом? Да, на прототип нам мы потратили тысяч 50-100 долларов. Мы не считали, мы просто, ну у нас была команда, мы платили им зарплату и делали то, что делаем. Тратили везде, сколько нужно, чтобы добиться результата. Я же не случайно спрашиваю, видите ли, бутует такое мнение, что для того, чтобы сделать что-то самому, конечно, мало мозгов и малой энергии. Нужно еще обязательно, чтобы было большое количество денег и какой-нибудь административный ресурс. Когда рассказывают люди истории, что как-то вот обошлись без большого количества денег и административного ресурса, то есть определенная категория, которая не верит в это. Ну, смотри, команда, зарплаты, да, там 30-50 тысяч долларов, у нас был какой-то там прототип работающий, да. Ну вот такой порядок. Так, давайте один вопросик озвучу до того, как мы прервемся на краткие новости. А чем эта идея лучше китайского будильника за 100 рублей? Китайский будильник с вами не разговаривает, и можно выключить, можно швырнуть в окно и все что угодно. А здесь живой человек, он задает вам вопросы, говорит, что он очень хочет, чтобы у вас сложился прекрасный день. Вас это удивляет, он за 10 тысяч километров, вы его никогда не видели, а его заботит ваше настроение сегодня. И это людей, ну, как-то удивляет, вдохновляет. Оказывается, мир добрый, людям почему-то важно, чтобы у других людей все было хорошо. Это очень, на самом деле, интересно. Знаете, так много говорят о том, что вот российские граждане, они такие неприветливые уж с утра так вообще. Ну уже сколько можно уже рассказывать о том, как страшно спуститься с утра в московское метро, какие лица ты там увидишь, и как тебе никто не улыбнется, отдавит тебе все ноги и так далее, и так далее. У меня поэтому вопрос по поводу сервиса. Вы как-то поменяли свое отношение, не знаю, к миру, к стране, к себе самому, к людям, которые живут вокруг нас в результате этого сервиса? Только честно. Потому что я, честно говоря, уже устала от этих разговоров, бесконечных в СМИ, в том числе, к сожалению, в нашей программе, от этих жалоб на то, что мы не такие, мы не позитивные, мы не улыбчивые. И, боже мой, вот прям прилетаешь в Шереметьево, а там, и вот я этих историй уже выслушала в своей жизни, миллион. Но я вот думаю, может быть, стоит начать с того, что вот ты, когда сам прилетаешь в Шереметьево, вот сам, может, улыбнись, и, может быть, как-то жизнь изменится в лучшую сторону. Ну, может быть, начнет хотя бы меняться. У меня есть такое ощущение, что начнет. Что вы думаете по этому поводу? Знаете, я, скорее, не поменял меня, я утвердился в своем понимании вещей. Мне кажется, что люди в России, в частности, на самом деле, ну, внутри все хорошие, добрые. Налицо ужасные добрые. Да, да. Не надо, на лицо ужасное. Самые красивые люди у нас живут. Я в смысле, что они улыбаются. Мне кажется, что там какая-то атмосфера и так далее. Люди не всегда склонны проявлять свое добро. И время сейчас такое, что на первом плане шоу-бизнес, коммерция и так далее. Какие-то вещи, кажется, затмевают, какие-то простые человеческие вещи, да. И просто это не в тренде быть почему-то таким добрым, положительным, ходить и всем помогать, подставлять левую щеку, там, и так далее. Это все не в тренде. Да, так не делают, и я не делаю. Ну, я имею в виду, вот, как мышление, да, получается. Ну, вот мы дали людям возможность сказать, окей, смотри, ты можешь просто быть добрым и просто поделиться своим добром с людьми. И надо же, полмиллиона человек уже тут присутствуют. Да, они понимают, что здесь нет никакой выгоды. То есть человек, который у тебя будет, вот ты обычно ожидаешь, что наверняка он за это делает, чего-то там ожидая, да. Но тот, кто у тебя будет, он не знает твоего телефона, он никогда не узнает, как тебя зовут, где ты живешь, ничего от тебя не узнает. Единственный стимул, который у него есть, просто поделиться настроением. И ты понимаешь, что, ну, наверное, этот человек от меня ничего не ждет. Он, наверное, искренне хочет мне поднять настроение. И от этой мысли люди просто взлетают. Вы можете десятки тысяч отзывов найти о том, что я весь день хожу с улыбкой и так далее. Людям просто надо дать возможность проявлять свое внутреннее какое-то... Да, давайте только выпустим призыв к стартапщикам. Ребята, ну давайте сделаем, мы выясняем тут потихонечку, да, что все-таки это не мы такие, это жизнь такая. У нас просто нет возможности, у нас нет достаточного количества сервисов, которые позволяют нам, которые разрешают нам, которые призывают нас, ну, все-таки улыбнуться. В конце концов, не сервисы должны призывать нас, быть улыбчивыми, наверное. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мы делаем то, что от нас зависит. Знаете, когда человек... Вот, кстати, вы не замечали, ну, наверняка вы тоже замечали, да, что вот какие бы мы ни были там, как мы считаем, там, не улыбчивыми, не позитивными, не дружелюбными, не приветливыми, но если любого из нас там, да, вот таких вот не улыбчивых и не дружелюбных закинуть в какую-нибудь хорошую европейскую страну, где все по-другому, да, в этом смысле, пусть она натянутая, тут еще раз пусть она будет натянута, это улыбка, но это все-таки улыбка, то через какое-то время человек, подчиняясь обстоятельствам, начинает точно так же улыбаться, начинает быть дружелюбным и так далее. Поэтому, почему бы и нет, если вокруг нас будет достаточное количество вот таких возможностей, сервисов, ну, может быть, может быть, потихонечку мир начнет меняться, правда? Конечно, люди адаптируются. Люди подтянутся, да, адаптируются. Так, ну, давайте еще пару вопросов. Михаил спрашивает, всегда ли хватает тех, кто будет людей? Вот кого, кстати, больше? Смотрите, тех, кто ставит себе будильники, естественно, больше, 70 на 30 соотношения, но те, кто будет, один человек в месяц в среднем делает 40 звонков. И у нас сейчас на 10 тысяч будильников приходится 50 тысяч звонков тех, кто хотят разбудить. То есть 40 тысяч раз в день люди слышат, что сейчас будет некого. То есть идет такая охота на тех, кто спит, с целью им поднять настроение. Но есть моменты, когда... Кому бы сейчас настроение поднять? Кому бы сделать добро? Сейчас так. Есть пиковый момент, например, 7 утра по Москве, да, такое пиковое время, когда очень много людей просыпается. В это время периодически не хватает буддистов, тех, кто будит. Вот. И там, может, процентов 20 людей могут проснуться от звонка не человека, а от звонка нашего робота. У нас есть робот, его зовут Будя. Если не звонят живые люди, то звонит робот Будя и тоже желает добро, будет вас. А что он говорит, просто доброе утро или что-нибудь поприкольное? Нет, 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 это такой положительный, записанный профессиональным директором голос, который говорит, сегодня прекрасный день, предлагает тебе встать, сделать зарядку, тра-та-та. Ну, такой персонаж. Это сейчас так. В дальнейшем будет много вариантов просыпаться. Например, можно будет заказать себе звонок не от человека, а, например, информационный звонок, вам позвонит телефон, вы возьмете и будете слушать информацию о погоде, пробках, акциях и так далее. То есть это будет адаптированная под лично вас, интересующая вас информация. Или ваша любимая музыка будет играть и так далее. То есть будет много вариантов пробуждения. То есть вопрос все-таки с конфиденциальностью информации, такой вопрос достаточно сложный, и он открыт. Потому что если вы знаете мои все предпочтения, то, ну, рано или поздно, они могут быть известны и другим людям. Но это такая история, в общем. Предпочтения мы, на самом деле, знаем. Мы сколько раз уже это обсуждали, но если мы живем, значит, мы должны быть и заходим хоть раз один раз, зашли там в сети где-то, зарегистрировали, значит, надо быть готовым к тому, что рано или поздно про тебя все-все узнают. На самом деле мы знаем о человеке его пол, дату рождения, и все, имя, e-mail. Намного меньше, чем любая соцсеть. Ну, а что вам мешает в рамках расширения проекта, в рамках конкурирующей такой среды, вам это, скорее всего, придется делать, завязаться с какой-нибудь из социальной сети и поделиться информацией, они с вами поделятся, и это все делается, и вы будете знать больше. Ну, ладно, это тема отдельной программы. Это в любом случае делается согласие пользователя каждого, поэтому... Я бы поспорила здесь насчет согласия пользователя, насчет вменяемости пользователя, насчет того, понимает ли пользователь, что вообще происходит, и чем это может кончиться для него. Ну и так далее. Так, Сергей Z, скорее всего, так произносится его имя и фамилия. Я, возможно, пропустил, спрашивает он, но у меня такой вопрос, на чем вы все-таки зарабатываете, какие продукты и сколько их, и что приносит большую прибыль? Повторите, пожалуйста, потому что это важная история. Мы не зарабатываем деньги сейчас, сейчас проект полностью бесплатный. В дальнейшем появятся дополнительные платные возможности для пользователей, такие как разговаривать не две минуты, лимит иметь, а пять минут, например. И еще мы делаем ко-брендинговые акции с различными брендами. Например, мы будем предлагать пользователям бесплатный завтрак в каком-то ресторане. Пользователь получает звонок от имени ресторана, его будят, ему желают доброго утра и так далее. Приглашают в ресторан бесплатно позавтракать. Пользователь счастлив идет, завтракает. Ресторан счастлив, он заполнился утром ресторан, потому что в России не принято завтракать в заведениях. Все завтракают дома, и это проблема для страны, ну, относительно всего цивилизованного мира как бы. А мы получаем деньги от заведения. Вот такого рода акции совместно будут с заведениями. А кто-нибудь уже подписался под такие акции? Ну, мы ведем переговоры с несколькими сетями, да, но пока что ни с кем не сделали, поэтому не могу называть имен. Так, хорошо. финам.фм – это адрес нашего сайта. Там нас можно не только слушать, но и смотреть. Мы в прямом эфире, у нас прямая трансляция. Еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя – Грачка Джамян, автор идеи и руководитель проекта буддист.ру. Значит, прежде чем мы с вами перейдем к вашим другим проектам. А, ну, давайте сразу сейчас перейдем, потому что народ интересуется вашими другими стартапами. Вот, в частности, мой круг. Реплика была такая, мол, не удалось сделать из моего круга Facebook или LinkedIn. Ну, то есть, как бы, что-то не вышло. Да, вот как-то такая реплика была. Комментируйте. Да, комментируйте, пожалуйста. Я пришел в мой круг после покупки Яндексом. То есть, был основатель проекта, который продал его Яндексу и искал себе замену, чтобы уехать из страны обучаться на MBA в Соединенные Штаты. Они пригласили меня. Я пришел. И случилось кое-что страшное, к сожалению, за неделю до моего прихода. Так как проект был куплен Яндексом, была возможность использовать эту огромную маркетинговую махину. И к 250 тысячам пользователей, которые были на профессиональную социальную сеть собраны, да, и люди общались профессионально по бизнесу, искали работу, там, коллег и так далее. За неделю нагнали еще 750 тысяч человек по запросу поиска одноклассников. И просто позиционирование сервиса поломалось. То есть, пришло множество людей. А зачем нагнали? Вы знаете, был бум, вот этот пик успеха одноклассников, а на моем круге был функционал поиска одноклассников в том числе, несмотря на то, что это профессиональная социальная сеть. Сделали череду рекламных запросов. Найди работу, найти коллегу, там. И в том числе был запрос найти одноклассника. Вот по ссылке найти одноклассника щелкали в 20 раз больше, чем на все остальные ссылки в сумме. Оно просто давало невероятный эффект. И повесили на главной странице Яндекса баннер, который привлек очень много нецелевой аудитории. И просто позиционирование сервиса начало ломаться. Люди приходили и на профессиональный сервис писали, как найти свою любовь и так далее. И профессиональный сообщество начало размываться. Они поняли, что мы здесь делаем. И дальше мы года полтора и до сих пор пытались отмотать все обратно. Пытались позиционирование сервиса починить. Это очень непростая штука в головах людей. Опять исправить, что нет, 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 это профессиональный сообщество. Это LinkedIn. Да, да, да. Вот так. Ну да. Чем еще, чем хороший, чем плохо интернет, можно в два клика стать миллионером или продвинуться просто на весь мир. И в два клика можно просто делать проект так, что потом ты уже не отмотаешь обратно никогда. Да. Это действительно такая история. А вы сами инвестируете во что-нибудь, спрашивает Анна? Ну, у меня есть несколько небольших проектов, но я как инвестор не выступаю. Я еще, я стартапер. Мне интереснее создавать. Ну, хорошо. Давайте тогда расскажем о тех других проектах, может быть, небольших, да, а может быть, и крупнее, чем буддисты, которые вы уже реализовали и реализовываете сейчас. Ну, буддисты — это 99,9% того, что я занимаюсь. Я параллельно несколько небольших проектов просто консультирую, помогаю им развиваться и так далее, но это все очень такие маленькие незаметные вещи, поэтому я сконцентрирован на этом проекте. Причем буддист — это не сам буддист. Буддист — это еще множество других проектов, которые мы параллельно можем делать вместе с ним. Например? Мы создали некую концепцию, которая соединяет телефон и интернет, да, интересным образом, и мы на этой механике в самое ближайшее время построим сайт знакомств, например, да, и это совсем другая история. Я так и знала, что кончится вот этим чем-нибудь. Это отдельно, отдельно. Буддист — это буддист. Это действительно будильник, и мы не будем ломать здесь сервис и его позиционирование. Это имеет ценность, всемирную ценность. Просто на самую технологическую платформу просто будете накладывать, та же самая платформа накладывать уже совсем другие, под другими названиями. Так точно, да. Они будут как бы в одной сети, то есть они будут перелинкованы между собой, там будут, возможно, иметь схожие названия. Есть несколько смешных названий, которые я в эфире даже не могу назвать, что мы там придумали. Что они неприличные? В том числе, да. Ну ладно, тогда не надо в эфире, это мало ли что. Я вам отдельно скажу. Ладно, очень буду ждать. Выиграл конкурс «Силиконовой долине» и вошел в полуфинал конкурса стартапов журнала «Форд», что принесло инвесторам, да? Да, знаете, как было? Принесло инвесторам, да. Принесло ветром надул инвесторам, да. Знаете, мы долго сомневались вообще выходить в мир, рассказывать о себе или закрыться, потому что у нас есть уникальная идея, и страшно, что сейчас кто-нибудь сильный, большой увидит и быстро скопирует, и победит нас. Да, что делают очень многие стартапчики, сидят со своей идеей у себя в углу. И все, да, да. Мы очень болезненное решение было, но мы решили, что окей, мы не будем сильно закрываться, мы будем хотя бы иногда, но будем где-то выступать, рассказывать, показывать себя. И, безусловно, это дает эффект. То есть мы поучаствовали в конкурсе Forbes, там просто появилась первая заметка на Forbes, через неделю после этого нам пришло письмо от неизвестного нам человека. «Господа, мне интересен ваш проект, давайте увидимся». Мы думаем, ну, как это что-то несерьезное и так далее, ну, ладно, так уж, увидимся. Увиделись, оказался прекрасный человек, который через неделю стал нашим инвестором, нашим самым большим бизнес-ангелом в проекте. Вот. И практически все наши появления где-то нам дали ту или иную отдачу, знакомство с другими фондами инвестиционными там и так далее. Поэтому еще раз, если у вас есть какая-то гениальная идея, вы про нее думаете, что она гениальная, уже много раз мы говорили об этом в программе, не сидите с вашей идеей в обнимку у себя в темном углу, выходите с ней, говорите о ней, рассказывайте. Вы удивитесь, как быстро к вам притянутся, если идея действительно хороша, вы удивитесь, как быстро к вам притянутся и деньги, и люди, и инвесторы, и ангелы. И само понимание идеи оттачивается, она может даже трансформироваться. Ты начинаешь отвечать, начинаешь понимать какие-то нюансы сам, да, и это очень помогает. Вообще, вся самая большая польза для человека всегда лезет из неожиданных мест. То есть, не так, что я запланировал, я пойду сюда. Это можно заголовком взять. Вся самая большая польза лезет из неожиданных мест. В двусмысленно. Да. Поэтому, на мой взгляд, надо двигаться, надо чем можно больше разных вещей делать, и это дает какую-то отдачу, которую ты не можешь запланировать, спрогнозировать. Просто надо делать, а оно как-то сработает. Да, просто начните что-то делать, действительно. Да, да, да. Самое страшное, что вам грозит в этом случае, вы просто убедите, что ваша идея не гениальная, и, наконец-то, придумаете другую гениальную идею. Да. Так, какие конкурсы вы бы посоветовали? Вот хорошие, кстати, пожалуйста, посоветуйте. Конкурсы, в которых участвовать? Как я сказал, мы шли на многие мероприятия с большим скепсисом, то есть мы понимали, что это маленькие, мы уже переростки. Мы вот сейчас недавно были на мероприятиях, в которых мы явные переростки. Там были все проекты, которые на уровне идей, а мы такие пришли, у нас 500 тысяч пользователей, мы тратата. И мы оттуда получили фантастическое знакомство с венчурным фондом, который очень большой интерес к проекту сейчас проявляет. Поэтому любые места, где есть аудитория ваша, либо для вашего сервиса, либо профессиональная бизнесовая аудитория, надо идти и там начинать себя показывать. То есть вы даже не назовете какие-то там топ-3 конкурса, участвуйте во всех, в которых можете, на которых хватает там энергии, времени, где есть ваша целевая. Есть, да, есть такой подход, что вот надо идти на, там, есть вот риф, скоро будет, можно пойти в большая конференция, заплатить много денег, чтобы там выступить с докладом. А можно пойти туда, где бесплатно, меньше людей, но польза может быть такая же, да, поэтому надо идти туда, куда можешь себе позволить идти, и там выкладываться на 100%. Так, еще один вопрос от Сергея. Если буддис не приносит сегодня доход, то как вы справляетесь с расходами, учитывая то, что вы заняты на 99% этим бизнесом? И какие расходы сегодня финансово? Мы, правда, об этом уже говорили, но давайте так. Коротко повторю, наверное. У нас 18 человек команда, и мы оплачиваем все звонки разговоров пользователей, поэтому проект достаточно расходный. Все эти расходы мы выплачиваем из инвестиций, которые у нас есть. Это инвестиционный проект. Если помните, Facebook, Skype, Instagram недавно продался за 1 миллиард Facebook, до сих пор не знают, даже нет идей, на чем они будут зарабатывать. На этом рынке ценность не в том, чтобы кэшфлоу генерить, просто вот текущий рубль зарабатывать. Если ты делаешь полезный, нужный людям продукт, им пользуются миллионы людей, то потом это легко превращается в деньги. Да, потом это как-то можно будет придумать, как это монетизировать, но главное сейчас задача это набрать достаточное количество пользователей. И отточить продукт, сделать его действительно хорошим продуктом. Так, 5533 это номер для смс-вопросов. Не так много времени остается, поэтому если что интересует, пожалуйста, спрашивайте грачекам. Мы в прямом эфире, у нас прямая трансляция. Только сначала, что касается смс-вопросов, реплик или мнений, сначала я потом пробил, потом ваш вопрос. На финам.фм также можно или высказаться, или задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. А у меня вопрос следующий. Вот вы когда были на Харвесте, да, вы там достаточное количество, 4 года вы сказали, вы уже там выступали в качестве эксперта. Назовите, пожалуйста, те проекты, которые вас самого вдохновили. Знаете, вот бывает иногда такое чувство, такое, эх, жалко, вот такая белая зависть, жалко, не я придумал. Классная идея. Были такие за эти 4 года? Знаете, вдохновляют, как правило, не проекты, а люди. Вот, то есть ты смотришь в человека, который может абсолютно средненькую идею какую-то принять, но то, как он её придумает, насколько он живёт, насколько у него глаза горят, вот это так вдохновляет, хочется идти рвать и метать. Поэтому я больше влюбляюсь в людей, чем в идеи. Идеи хорошие, это всегда в нюансах. Сама по себе идея, это мало, реализация, вот где проявляется уже, да, насколько ты способен не только краткосрочно за 15 минут идею придумать, а ещё там годами доводить её до ума, находить в себе силы заниматься этим, а не просто остановиться на том, что вау, классная идея. Поэтому люди, их деятельность, вот это вдохновляет больше всего меня. Все программы, которые касаются онлайн-проектов, да не только онлайн-проектов и оффлайн-проектов в нашей передаче, вот они сделали это, действительно, там такая вот красная ниточка проходит, давно уже стала проходить, и проходит до сих пор, я думаю, дальше она будет только уплотняться, эта красная ниточка, а она следующая. Идея действительно ничто. Люди, это всё. Если вы правильный стартапчик, правильный предприниматель, мы сейчас, кстати, поговорим по этому поводу, что в вашем понимании быть правильным таким предпринимателем, что вообще быть правильным предпринимателем, что это означает, то, скорее всего, у вас получится. Идею вы уж как-нибудь себе подтянете. Что значит, по-вашему, быть предпринимателем? Классный вопрос. Потому что история успеха любого человека и проекта — это всегда череда падений и так далее, которые большинство людей не выдерживают. 9 из 10 просто проваливаются, потому что всё говорит о том, что не получилось в этот раз, и это правда, действительно не получилось. Но кто-то в этот не получилось, в этот момент говорит себе, так, я не сдамся, я буду идти дальше, и потом и так, может, год, 10 лет, я не знаю сколько, и потом получает результат. Поэтому нужно никогда не сдаваться, нужно бить в точку, быть настырным, настойчивым до своей цели. Ну и, конечно, любить то, что делаешь. Без любви, мотивации и силы на то, чтобы добиваться успеха, никогда не будет. Спасибо. Давайте ещё несколько вопросов, которые нам слушатели присылают, их довольно много. Евгений спрашивает, как защитить реализуемые идеи от более мощных конкурентов? Да не надо защищать идеи этих конкурентов. Ну, хорошо, давайте вы ответим. Давайте. Смотрите, в нашем случае мы запатентовали проект в Соединённых Штатах по всему миру, да, но патент для нас это, это если вдруг кто-то сможет сделать клон нашего сервиса, станет сильно успешнее нас, будет зарабатывать миллиарды денег, мы с него будем зарабатывать, там, из этих миллиардов, там, десятки или сотни миллионов, будем довольствоваться тем, что, ну ладно, вот за счёт патента. Это всё, что вам даст такая патент. Единственная защита настоящая, это быть лучшим. Просто работать лучше всех, всегда быть первым, всегда раньше остальных выводить новые правильные продукты на рынок и так далее. Поэтому мы просто создаём, все, кто нас сейчас клонирует, да, а такие есть. А есть уже? Да, есть, есть. Есть те, которые появляются, есть те, которые появились и умерли уже и так далее. Ни у кого не получилось хорошо пока, что самый большой наш клон смог за полгода собрать 20 тысяч пользователей в Америке. И всё, и закрылись. 15 апреля они объявили, что закрываются. Поэтому защита одна, работать, но быть впереди, не создавать себе ощущение, да, у меня всё хорошо, я лидер, я первый, я самый сильный, я самый умный. Нет, обязательно найдутся сильные команды, которые будут вам конкурировать с вами. А вот что я могу сказать точно, спорный вопрос, а что если Facebook сделает там, тра-та-та, такую же штуку и вас победит? Вот этого не надо бояться. Во-первых, волков боятся в лес не ходить. А во-вторых, я работал в больших компаниях, в их стратегии не укладываются такие вещи, как сесть и сделать клон какого-нибудь там экспериментального социального будильника. Им проще вас купить, во-первых, потому что у вас есть команда, которая смогла это сделать, а во-вторых, как правило, просто в стратегию проектов не укладываются какие-то такие косвенные вещи. Вы готовы продаться? Мы нет. Пока нет? Нет, нет, нет. Так, ещё вопрос, какова ваша доля и доля инвестора? На сегодняшний день у нас 86% принадлежат нам с братом, с которым мы делаем этот проект. В ближайшее время мы привлекаем ещё 2 миллиона долларов инвестиций и какую-то ещё долю мы отдадим новому инвестору. Но она не будет, скажем, больше 50? Нет, конечно нет. Она будет просто такая. Да, да, да. Не очень большая. Так, работаете ли вы с корпоративными клиентами? Вот я прямо читала, там где-то у вас эти самые чуть ли не армейские заводы там заказывают. Ой, слушайте, это вообще фантастика. Эта девушка красивым нежным голосом разбудила. Ребята в армии, которые годами не слышали девчачьих голосов, ставят те будильники, им звонят девушки по утрам, они просыпаются, и мы считаем, что они шагают быстрее. Может, правда, какие-то эти самые корпоративные заказы, ну, целевые заказы там от наших армейцев получают. Обязательно, обязательно. Государство должно внедрить буддисты официально, чтобы все вставали под будильники. Просто просто, прям обязан такое сделать. Представляете, как сразу поднимется проект? Да. Но все-таки, если серьезно. Серьезно, к нам пришло некоторое количество компаний, сказали, сделайте нам корпоративную версию буддиста. Ну, то есть, эта компания, в которой несколько тысяч сотрудников, да, и они говорят, сделайте, и наши сотрудники будут будить друг друга. Если не позвонил человек, то звонит робот, как бы, а там записан голос шефа, который, ну, руководитель компании, который говорит о том, что вставай, а то бонус не получишь. Хорошо. Вот. Мы сейчас делаем один такой контракт. Компанию пока не могу называть, но делаем. Вот. И есть такие вот косвенные еще варианты, да, для компаний. Для дематизации компании. Так, самый последний вопрос. Как бы вы сами хотели, чтобы вас будили? Представьте, вот у вас есть один вариант. Вот именно так, вот в таком варианте будут будить до конца ваших дней. Как бы вы хотели? Я хочу просыпаться так, как я уже несколько раз проспался, с улыбкой на лице. Это другое ощущение, когда ты просыпаешься и понимаешь, что вот хороший день будет явно. У тебя улыбка, ты лежишь на кровати и улыбаешься зачем-то. Рано утром, хмуро там, за окном вообще темно и так далее, а ты лежишь и улыбаешься. И это правда лучше, чем любой трендящий будильник за окном или за стенкой, чтобы до него добежать, как многие делают, да, или в ведре. Поэтому как именно вы этого добьетесь? С помощью буддиста или с помощью любимой женщины или с помощью солнца, когда слепят вам глаза там рано утром где-нибудь на курорте? Это ваше дело. Спасибо вам, грачка. Я пожелаю вам, чтобы вы просыпались именно так, с улыбкой на лице, чтобы она не сходила не только по утрам с вашего прекрасного лица, но и днем, и ночью. Ну ладно, ночью, может, не обязательно. Еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя, автора идеи, руководитель проекта буддист.ру. Вам, дамы и господа, я тоже пожелаю наконец-то улыбок, солнца. Мы, кажется, перезимовали. Вот сегодня, я не каждый день, не буду врать, я не просыпаюсь каждый день с улыбкой на лице. Я шел с замедленным шагом к вам сегодня по улице. Да, да, да. Но вот сегодня улыбка действительно все утро не сходит. Хотелось бы пожелать нам всем таких утр побольше. Спасибо. Приходите к нам как-нибудь еще на Финам.ФМ. Это была программа «Они сделали это». С вами была Елена Лихачева. Мы выходим каждое буднее утро в 9.05 на 99.6 здесь на Финам.ФМ. Я прощаюсь с вами до завтра. Счастливо.